Дорогие друзья, здравствуйте! Меня зовут Владимир Гольштейн. Я нахожусь в пригороде Чикаго и работаю журналистом в разных русскоязычных СМИ здесь. У нас сегодня очередная очень интересная, для меня так точно и думаю, для многих конференция. Вы поймете почему. С нами сегодня, конечно же, Ирина Подзорова. Здравствуйте, Ирина! Здравствуйте! И сегодня конференция у нас посвящена связи, ну, не столько связи, наверное, сколько общению с солнечными плазмоидами, с группой, которую мы знаем под именем РА. Ну и давайте, Ирина, представь, пожалуйста, кто сегодня у нас с нами будет общаться. Да, хорошо. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня наша конференция посвящена действительно взгляду на мир солнечных плазмоидов 24 и 18 уровня плотности. Это одна из... Да, это две из 17 плазмоидных цивилизаций, которые составляют между собой на своих уровнях плотности групповой разум. И из них три представителя из них присутствуют сейчас здесь рядом со мной. У одного из них зовут Тенгри, второго зовут Раорег, 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 он говорит, можно называть Раори просто, хорошо. Раори и третьего зовут Шиасту. Шиасту. Вот Шиасту, это 17 уровень плотности, он будет здесь, да, с 18 уровня плотности, он будет здесь присутствовать. Но в основном будут отвечать на вопросы Тенгри и Раорег, Раорег, Раорег с 24 уровня плотности солнечных цивилизаций плазмоидного типа. Спасибо большое. Теперь мы поняли, кто у нас сегодня есть. Да, еще присутствуют, как всегда, Нигдаскау с планеты Ислера и Лишиони с планеты Шимор, которые являются нашими кураторами, и они тоже изучают, да, плазмоидные цивилизации. И Максим Русан с левой стороны. Вы находитесь сейчас в своих плазмоидных телах, или вы здесь именно в плазмоидных телах, или вы с нами в Астрале, что происходит? Часть нашего тонкоматериального тела остается в том мире, которому мы принадлежим. Это хромосфера Солнца, который 18 уровень плотности, который 24 уровень плотности, значительно ближе к солнечному ядру. Вот об этой плазмоидной цивилизации, Ра, о солнечных плазмоидах. Обязательно всем, кто маломальски знаком вот с этой темой, приходит на ум в обязательном порядке. Книга «Закон одного». Значит, это целый набор контактов. Там подробно расписаны все контакты, которые происходили в 70-х, 80-х годах и записаны были американскими контактерами. Если более подробно, то вот я просто зачитаю. В 81-м году трое американских экстрасенсов, контактеров установили контакт с сущностью из тонкого плана, которая представилась как Ра. Американцев звали Дон Элкинс, он задавал вопросы, и Карла Рюкард. Она уже непосредственно была слипером, и был еще человек, который записывал все на магнитофон. Всего там было 100 сеансов. Это целые там несколько книг очень больших, в которых все подробно изложено. Я эти книги читал, я в теме, я знаю, в чем речь идет, и поэтому хочу спросить вас. Так вот, люди эти, о которых я сказал, они контактировали с вами, с представителями вашей цивилизации? Это были вы? Вот Карла Рюкард, вот она. Видно? Да, отлично, видно, да, конечно. Я прошу посмотреть через меня. Каждого из вас, кто здесь присутствует, знаете ее? Ну вот Рария говорит, да, мне ее энергетика знакома, но те года, которые ты говоришь, это уже, ну как бы я установил с ней контакт гораздо раньше. Совершенно верно, совершенно верно. А вот Карла Рюкард во время сеанса, вот она лежит прямо и принимает информацию. Вот по энергетике я смотрю через глаза контактера, а она по энергетике мне знакома, у нее в глазах есть отголосок, нет, есть след, да, контакта со мной. Ну как бы. Понятно. Да. Понятно. Значит, вот... Вопрос у меня такой, контакт с тобой, вы же групповой разум, то есть ты себя от других своих собратьев не отличаешь сейчас, когда говоришь это? Или конкретно с тобой был контакт? Когда я говорю я, я имею в виду всех нас, потому что мы у нас в общем ментальное поле. Вот, спасибо. Вот тут видно заодно, как все это происходило. Атрибуты, там Евангелие лежит и прочее, только при таких условиях все это происходило. Ну, мы об этом можем еще, значит, отдельно переспросить. Вот, кстати, вся троица, вот Карла Рюкард, человек, который задавал вопросы, стоит, и тот, кто записывал все это на магнитофон. Вот, хорошо, ладно. Значит, итак, мы, в принципе, выяснили сейчас, я уже тогда закончу здесь трансляцию экрана. Он говорит, что он с ней с детства как бы контактировал, когда, значит, ребенком был. А только потом он начал уже, ну, да, информацию передавал тоже с детства. Прекрасно. Это у нас кто говорил сейчас? Рааре, который... Рааре, Рааре. Рааре, я очень рад, что мы выяснили, что таким образом, значит, все эти сеансы, которые объединены под единым произведением, называющимся «Закон одного», это было передано, ну, от вас, и конкретно ты был тем духом, который передавал эту информацию вот этим американским контактерам. И вот теперь у меня есть ряд вопросов. Я прошу МИДа тоже участвовать в обсуждении, потому что, на мой взгляд, ну, я, конечно, могу, сейчас мы это выясним, ошибаться, те положения основные, которые были переданы и донесены через эти книги, целый ряд положений оттуда, они не совпадают с информацией, передаваемой нам от Международного Союза, и эти вопросы нам постоянно задают наши пользователи, слушатели, которые в теме тоже читали «Закон одного», слушают нас и находятся в недоумении. Это такая, да. Давайте, да, действительно разберем какие-либо вот самые яркие противоречия. Совершенно верно. Давайте. Вот, я готов. Итак, я сейчас сначала коротко расскажу о трех основных положениях, которые я выбрал из всех этих огромных многостраничных трудов, и потом прокомментирую каждое отдельно. Сейчас, значит, причем процитирую даже русские, так сказать, фрагменты текста. Итак, сначала три положения, я их говорю сначала коротко. Итак, значит, то, что доносилось через эту информацию, вот, одни, так сказать, из положений, одно из положений, говорит о том, что существует несколько уровней плотности, мы бы сказали уровней вибрации, которые уходят, соответственно, в позитив, то есть, ну, условно, вверх и условно вниз. Мы находимся в третьей плотности, есть еще четвертая и пятая вверх, и также уходит лестница вниз, условно, а мы находимся в третьей. И вот, примерно каждые 25 тысяч лет на Земле происходит так называемая уборка урожая. Этот термин неоднократно повторяется в этих книгах. Этот термин расшифровывается таким образом. Значит, вот подводится некий итог, и те души, каждые 25 тысяч лет, те души, которые сделали однозначный выбор в сторону служения другим, они, так сказать, уходят вверх, а те души, которые сделали однозначный выбор в пользу служения себе, уходят туда в низкие плотности. Где-то 95% нужно, так сказать, служить себе и только 5% остальным, чтобы уйти туда вниз, в негатив. Это, значит, еще сложнее по этому пути идти по негативному. По позитивному там процентное соотношение может быть меньше, но там, тем не менее, значительно больше процентаж должен быть служения другим, чем себе, и тогда вот при этой уборке урожая души, так сказать, уходят, вот они туда убираются в верхние плотности. Хуже всего, когда выбора вообще нет. Но это там отдельно, сейчас я не буду вдаваться в детали. Это одно было положение. Следующее положение заключается в том, там еще, кстати, говорится о том, что некоторые души выбрали никуда не уходить, хотя могли бы уйти в свет, а остаться здесь и служить человечеству. И среди них называются Мать Тереза, Святой Августин, а также Франциск Осийский. И, значит, следующее положение, еще одно, заключается в том, что существует конфедерация планет, которая служит светлым целям, определенная такая организация. И вот эта организация, она, значит, действительно служила эволюции человечества, и вот тут начинается очень интересная вещь. Значит, я вот зачитаю, сейчас станет понятно. Тут возникает противоречие между конфедерацией, вот в этой книжке, конфедерацией планет, и вот все истории с Яхвой. И дальше все это выходит в контекст противоречия между Яхвой и Иисусом. Дальше я читаю. Ответ Ра. Вопрос был, являлся ли Яхва членом конфедерации? Ответ. Я из Мра. Яхва был членом конфедерации, но ошибался в своих попытках помочь. Приблизительно 3600 ваших лет назад, как вы измеряете время, пришла, как вы ее называете, группа Ориона. Группа Ориона, то есть некая противостоящая конфедерации силы. Благодаря усилению негативных вибраций на искажение мышления и действия, им удалось начать работать с теми, кто с древних времен считали себя особыми и не такими, как все. Здесь речь идет, очевидно, об иудеях, и о том, так сказать, боге Яхве их, который вот их еще создавал, но вот об этом дальше. Много-много ваших тысяч лет назад сущность конфедерации, которую вы можете называть Яхвы, путем генетического клонирования вызвала эти конкретные пристрастия у тех людей, которые постепенно пришли и поселились по соседству с Египтом. То есть мы говорим о создании, по сути, еврейского народа и Грегора еще в незапамятные времена, во времена Авраама, очевидно. А также в многих других местах посредством рассеивания после затопления массы суши-му, очевидно, имеется в виду Лемурия, когда масса суши-му, то есть континент древний, здесь группа Ориона обнаружила плодородную почву для насаждения семян негативности. Как всегда, этими семенами были представители элиты, которые манипулировали другими или порабощали их. Внимание! Тот, кто известен как Яхве, чувствовал огромную ответственность за этих сущностей. Группе Ориона удалось внедрить в людей имя Яхве как ответственного за власть в руках элиты. Затем Яхве смог обрести то, что вы бы назвали совокупностью вибрационных паттернов и стать самой выразительно эффективной совокупностью звуковых вибраций. Ну и так далее. И тут говорится о том, что это, так сказать, наложилось на старого Яхве, этот новый Яхве. Он уже был не тем. Это была некая, так сказать, ошибка. И дальше все это уже вступило в противоборство с Иисусом. И я себе позволю прочесть еще маленький отрывок, связанный с Иисусом. Вопрос. Можете ли вы сказать, кем до воплощения на земле была сущность, известная как Иисус из Назарета? Я имел в виду следующий. Это был вопрос. Не входил ли Иисус из Назарета в конфедерацию до того, как воплотился здесь? Ответ. Я есм Ра. Тот, кто известен вам как Иисус из Назарета, не имел имени. Эта сущность принадлежала самому высокому уровню пятой плотности этой подоктавы. Она желала войти в эту планетарную сферу, чтобы поделиться вибрацией любви как можно более чистым образом. Эта сущность получила разрешение выполнить эту миссию. Тогда она была странником без имени, вела свое происхождение от конфедерации и принадлежала к пятой плотности, представляя понимание пятой плотности, вибрацию понимания или любви. Существо четвертой плотности, о котором мы говорим, принадлежало к высшему уровню четвертой плотности, переходящему в пятую. Ну и так далее. Когда воплотился Иисус из Назарета вопрос, пыталась ли группа Ориона его дискредитировать? Ответ. Да. Не могли бы вы сказать, что делала группа Ориона, чтобы вызвать его падение? Ответ. Мы можем описать, что произошло в общих чертах. Их техника базировалась на негативно ориентированной информации. Эта информация была передана одному человеку, которого ваши люди называли Яхве. Она включала осуждение о поведении и обещала могущество третьей плотности, основанное на служении себе. Эти два вида искажения внедрялись в мышление тех, кто уже был ориентирован на подобные мысли-формы. Ну и так далее. То есть было противоборство группы Ориона и проявление группы Ориона в виде Яхвы с Иисусом. Мы знаем совершенно другую информацию по Иисусу и по Яхве. Мы знаем, что это была одна и та же сущность и так далее. Ты сейчас читаешь, они параллельно тоже. Я понимаю, да. Но у меня выхода не было. Мне пришлось эти отрывки прочесть. Это прямо цитата, перевод с английского на русский. Причем тут квалифицированный перевод. Так вот, давайте с этого. А потом я спрошу еще по поводу вашего. Пожалуйста, значит, комментарий Ра-Ария, да? Что он хочет сказать по поводу вот этих слов, которые уже переведены. Сначала, да, на язык контактера, естественно, через ее мыслеформы, потом уже на русский, так сказать, ее. Что ты хочешь? Вот, да, хорошо. Ну вот он мне сейчас говорит, что та сущность, которая была Яхве, она действительно... Что такое, да, во-первых, что такое группа Ориона, Федерация и все остальное. Дело в том, что здесь и имелось в виду, что это была цивилизация Томисоут. Просто там названо само созвездие. Ну, Томисоут у нас созвездие Ориона. Так. То есть, действительно, Яхве воплотился в Томисоут, это известно. И Межзвездному Союзу тоже, вот он сейчас говорит. Ра-Ари, да, говорит, что именно представитель Томисоута, просто мы не называли, как бы, я не называл планету, я не считала. Я, во-первых, не знала ее название и не считала это важным в контексте беседы с контактером. Я просто сказал созвездие, как бы, что это, почему я сказал группа Ориона, потому что в этом участвовала не только цивилизация, конкретно Ориона, но и много других цивилизаций, которые там составляют известный вам там Межзвездный Союз. И я не весь Межзвездный Союз имел в виду, а только его часть, которая была занята проектом под названием Еврейский Игрегор. Так. Я имел в виду эту часть, просто я не называл это союзом. Мне эти термины, я пользовалась, мне эти термины совершенно были не нужны, чужды, и я пользовался своими для передачи той информации в том уровне понимания и плотности, в котором я находился. Да. И поэтому я назвал, что представитель группы Ориона воплотился в Яхве. Об этом знает и Межзвездный Союз тоже. Что произошло далее, почему дальше там, да, что Иисус вступил в противостояние и так далее. Межзвездный Союз утверждает, что это та же самая сущность, что Яхве воплотилась потом через земную женщину от Бурхатца и так далее. Но всё дело в том, что я не опровергала эту информацию, что именно та сущность, которая была в том и солнце, потом перешла в Иисуса Христа. Я говорила о другом. Я говорила, что после того, как Христос улетел в физическом теле на другую планету, созвездие Лебедя, как это называют, Экран, Пурхат, да, по языку контактера, который сейчас разговаривает. Дело в том, что сам Эгрегор, он начал формировать свой образ Яхты, который остался после его... Ну да, после того, как Моисей, ещё даже раньше, чем Христос, после того, как Моисей передал власть Иисусу Навину, ну вот эти вот был военачальник, потом там было время, которое были многие правители Израиля и так далее. В это время, в это время, ещё до Христа, формировался вот этот вот Эгрегор, который они формировали. И ко времени прихода воплощения Христа это уже был сформированный Эгрегор с образом Яхты. И вот этот вот образ Яхты, он вступил в противостояние с Иисусом, потому что Иисус стал противоречить тем нормам закона, которые были в этом Эгрегоре. Ну, по мнению его служителей, естественно. То есть, вы же знаете, что Междузвёздный Союз тоже об этом знает, что главные те, кто выступал за казнь Христа, были как раз представители иудейского Эгрегора. То есть те, кому он передал эту полномочия охранять и развивать этот религиозный Эгрегор. Именно, и они мотивировали, да, свои действия именно тем, что так желает Яхве. Почему так желает Яхве? Потому что считалось, что он, во-первых, противоречит закону, который передал Яхве через Моисея в некоторых своих позициях, например, называя себя Сыном Бога и так далее, ничего не было известно о Сыне Бога по словам Моисея и других пророков Яхты. Поэтому считалось, что он разрушает иудейский Эгрегор, разрушает власть Яхве. И тот образ Яхве, который был в этом Эгрегоре, он вступил через своих служителей с ним в противостоянии. Хорошо, я понял. Да, он даже мог принимать некоторые свои черты, потому что образ мыслеформы, который наделили люди, когда ему молились, он может принимать свои какие-то формы, может приходить в контакт. То есть это как бы самозащита Эгрегора. То есть я ее тоже называл таким живым существом. Ведь даже та мыслеформа, которая заряжена негативом человека и находится в его поле, она тоже обладает псевдосознанием. А тем более, если это коллективная мыслеформа религиозного типа. Я имел в виду, что сам, можно сказать, образно, часть Христа, часть его энергии ушла в этого Яхве, а потом переродилась в то, что он стал бороться против Христа. Хорошо. Рари, скажи, пожалуйста, вот дай, пожалуйста, сейчас очень важный прямой ответ на этот вопрос. Ты согласен все-таки с тем, что это один дух, который был воплощен в тело того, кого мы знаем Яхве, как Яхве, и потом этот же дух воплотился в тело того, кого мы знаем, как Иисус. Это был все-таки один дух? Как ты считаешь? Ну, он сейчас говорит, да мы сейчас, ну, если смотреть с точки зрения одного, то мы вообще все один дух, который только в разных телах друг на друга как бы смотрит. А если смотреть с точки зрения с нашей, а не с точки зрения одного, все-таки это был один дух, индивидуальный дух или нет? То есть ты, короче говоря, согласен с точкой зрения Межзвездного Союза на это или нет? Так, согласен ли ты с точки зрения Межзвездного Союза, что это... Ну, он говорит, я этот вопрос не исследовал, то есть я не запрашивал, я просто знаю, что Христос воплотился, а его историю я не изучал. Он мне сейчас так ответит. Ясно, хорошо. Да, я не вижу в этом никаких противоречий с тем, что я сказал, потому что я имел в виду не что-то другое. Сам, да, хорошо, сам Яхве, сам служитель Яхве Моисей, он говорил о Христе, он видел его, ну, как бы в будущем по ленте времени, как вы говорите, по ленте времени, что вот есть лента времени, вне времени и пространства, и вот там, в этом духовном состоянии, единство с Богом, Моисей увидел, что Христос придет развивать учение о Боге. И никогда, бывая, сам Моисей не отверг Иисуса Христа, несмотря на то, что он был служителем, и сам Христос об этом говорил, тем, кто его преследовал, да, сам Христос говорил, что если бы вы почитали Моисея, вы бы почитали меня, потому что Моисей обо мне писал. Я понял, хорошо. Вот прокомментирую, пожалуйста, я еще раз, вот выдержку очень короткую сейчас возьму, из того, что я уже прочел. Вот, еще раз цитата. Насчет прихода, вот, во время Иисуса, вернее, еще раньше, до прихода Иисуса, что происходило вот с еврейским народом? Вот еще раз фраза. «Здесь группа Ориона обнаружила плодородную почву для насаждения семян негативности». Из этой фразы можно заключить, что группа Ориона – некая негативная сила. Мы сейчас выяснили, что это Тумисоут, по сути дела. Правильно ли трактована эта фраза, правильные ли переводы, о чем тогда шла речь, если они обнаружили почву для нас? Я когда говорил негативности, я имел в виду, что та группа Ориона, которая привела обратно евреев из Египта на свою землю, в Израиль, в Ананею, я имел в виду, что новое заселение этой территории евреями не обошлось без войны и без негативных выплесков эмоций. С точки зрения нашего мира это выглядело так, что жили люди в своих городах, в своем пространстве, изучали положительные эмоции любви, поклонения своим богам. Но те евреи, которые пришли, хоть и возвращались на свою землю, но они это вынуждены были сделать через войну, потому что это требовало тот факт, что их нужно было поселить на этой земле, а те, кто на ней жил, они, естественно, считали эту территорию своей, как всегда бывает на земле в этих случаях, даже в настоящее время. И тогда были ни одно, ни два сражения, они продолжались несколько десятилетий, постоянные битвы, и действительно эти были семена негативности, потому что когда лишают жизни мужчин, готовых к войне, когда плачут покинутые жены и дети, это все негатив всей в новой сфере Земли. И с точки зрения Солнца, с точки зрения одного, виделось, что это понижает вибрации. Я это имел в виду, что я прекрасно понимаю, что преследовал какие интересы группы Ориона, но факта негативных семян это не отменяет. То есть это все-таки не нужно трактовать так, что вот эта группа Ориона была некой негативной силой, которую мы противопоставляем светлой силе в виде Иисуса, потому что многие последователи вот этой книги трактуют именно так. Я не назвал негативную группу Ориона, я назвал семена негативными. Я не охарактеризовал самих личностей, я охарактеризовал те действия, которые они производили в данном месте и в данном пространстве и в данное время. Хорошо. И тогда в этом же контексте прокомментируй, пожалуйста, фразу, которую я тоже читал, я ее повторю. Был вопрос, когда воплотился Иисус из Назарета, пыталась ли группа Ориона его дискредитировать? Ответ. Ра. Я есмра. Точка. Да. И далее. Мы можем описать, что произошло в общих чертах. Их техника базировалась на другой негативно ориентированной информации. Эта информация была передана одному человеку, которого ваши люди называли Яхве, она включала осуждения и так далее. Ну то есть тут нормальный человек наш земной воспринимает это так же, что группа Ориона была негативной силой по отношению к Иисусу, пыталась его дискредитировать и так далее. Как нужно понимать на самом деле? На самом деле нужно понимать, что под группой Ориона здесь имеется в виду уже созданное имя Эгрегор. Сам Христос, он уже пришел с Бурхазу. То есть это уже некоторая другая планета, это другая вибрация. Она хоть и относится к Межзвездному Союзу, но получилось так, что Христос вступил в борьбу с тем Эгрегором, который был создан группой Ориона. И имелось в виду, что дискредитировали его, распуская разные слухи, например, что он там занимается негативными, низковибрационными энергетическими практиками, ну по-вашему говоря, там черный мах и так далее, что он ведет людей к бунту. То есть это все ложные слухи, которые распространялись в том числе теми людьми, кто поддерживал созданную группой Ориона вот этот вот Эгрегор. А с моей точки зрения это виделось как сам Эгрегор, вот он сейчас говорит восприятие мое, что сам Эгрегор, обладая вот этим сознанием, желающим сохранить свое единство, и он относил себя тоже к группе Ориона, этот Эгрегор, потому что он жизнь не создан, он имеет их энергетику. И там постоянно выполнялись обряды, поклонение Яхове и так далее. Они были заряжены энергией людей и соединены с энергией вот этой вот Томисоуса, группы Ориона. И поэтому я относила этот Эгрегор тоже к группе Ориона. Хорошо, теперь у меня обращение к Миду. Мид, скажи, пожалуйста, прокомментируй, правильно ли я понимаю теперь из того, что было сказано, что Эгрегор, созданный одними тем же духом, Иисусом, когда он был в теле Яхвы, будучи Томисоусом, вступил в противоборство, по сути дела, с вновь создаваемым Эгрегором этим же духом, но когда он был Иисусом. То есть, по сути, Эгрегор, созданный тогда Томисоусом, и вступил в Эгрегор, созданный теперь бурхатцами. Вот именно Эгрегоры теперь конфликтовали, но на самом деле и тот, и другой Эгрегор, и там принимала участие одна и та же личность, которую мы знаем как Иисус. То есть, он, по сути, в чем-то с собой же тут конфликтовал. Вот, пожалуйста, прокомментируй это. Он конфликтовал даже не с собой, а с теми представлениями, которые пришли после создания иудейского Эгрегора, прошло больше двух тысяч лет до момента воплощения Христа. Сейчас Мегаскалус отвечает. Да, потому что сам Эгрегор, он начал формироваться еще даже до Моисея, через Авраама, через Моисея, только укреплялся, как известно. А сам Эгрегор, он начал образовываться раньше, и с Авраамом выходил тот же самый Томисоутис, что и с Моисеем, потому что у них продолжительность жизни намного больше. С Авраамом выходил тот же Томисоутис, что и с Моисеем, и это и был тот, кого мы знаем Яхвы, и это было воплощение Иисуса. Так или нет? Да, это было так. Но он, когда пришел уже в форме, в виде Христа, когда пришел его дух, то уже с момента создания иудейского Эгрегора прошло больше двух тысяч лет. А с момента смерти Моисея прошло, ну, может, в районе полторы тысячи лет. И за эти полторы тысячи лет иудейский Эгрегор, он не оставался неизменным. То есть там появлялись те учения, которые противоречили, ну, можно сказать, тому изначальному духу, который вложил Христос в эти заповеди. Потому что земное сознание склонно воспринимать написанный текст как руководствовать действию, не спрашивая свое сердце. То есть оно руководствуется обычно, ну, можно сказать, законом, тем, что написано, но не руководствуется духом, который в него заложен. Сознание Христа, который был первородный сын Бога, и который воплощался на многих планетах, то Месоуте, потом и на Брухаде, и так далее. Естественно, сознание Христа было другим. Он, когда Христос читал любой закон, он, естественно, видел тот дух, который в него заложен. И так получалось, что в Торе было написано, например, о том, что нужно любить ближнего, но в то же время было написано, что на содержании левитов, то есть было часть своих доходов отдавать. И человеческий разум, который был в еврейской общине, очень легко находил такой выход в том, что не обязательно любить ближнего, а главное отдавать, например, 10% не только от денег, но и от других своих доходов, и тогда любовь это как бы автоматически предполагается. То есть механически отдавать просто десятину и будет хорошо. Да, это было проще, потому что сознание материалистическое, проще сделать что-то материальное, чем настраивать свою душу в гармонию с другим человеком. Это нужно иметь духовное сознание. И так практически во всех заповедях. Например, в тех, где Христос очень много говорил об исцелении людей, и очень много ему противоречили священники иудейского эгрегора, иудейской религии в том, что там это нельзя делать в субботу, потому что это считался днем покоя, и нельзя делать. А Христос, для него это было удивительно в том плане, что он говорил в субботу воздержаться от дел для того, чтобы посвящать его Богу, чтобы молиться. А любое доброе дело – это уже служение Богу, это дух этого закона, а люди этого не понимали. И вот я общался с бурхатцами, которые очень близко знают Христа, и он знает о положении дела своего современного христианского эгрегора, который раздробился на множество отдельных геноминаций, и говорит, что с момента его ухода с Земли человеческая раса практически не изменилась вот в этих вот искажениях на тему «буква закона воспринимается более глубоко, чем ее дух». А должно быть наоборот. Это у нас же нам Рарри отвечал, да? Нет, это Мид говорит. А, это Мид говорит. Хорошо. Понял сейчас, это все Мид. Хорошо. Ну, Рарри, я тогда еще, именно к Рарри тогда, у меня еще вопрос один. А скажи, пожалуйста, вот, ну, во-первых, согласен ли это просто скажи «да нет», согласен ли сейчас ты со всем тем, что нам сказал Мид в отношении этого? А по сути, Мид нам сказал, что это конфликтовали между собой игры из одного источника, так сказать, понимание людьми. То есть это люди уже вложили энергию, и по сути, ну, между собой конфликтовали искажения, созданные людьми. Во-первых, согласен ли ты с этим? Ну, давай ты сначала скажешь, согласен или нет с тем, что Мид сказал. Ну, он говорит, да, я, ну, как бы, да, в общем, конечно, я с этим согласен. Почему согласен? Потому что люди в трехмерном своем мире, в теле третьей плотности, не зная духовных законов, они способны искажать любое духовное знание своим сознанием. Даже то, что передаю, передавал людям я, это уже подвергалось потом обработке сознанием и искажалось либо моими контактерами, либо тех, кто читал уже, ну, как бы, читал или слышал, да, воспринимал, короче говоря, их слова. Потому что тот человек, вот он сейчас, да, Тенгри, он говорит, это происходит, потому что тот человек, который не испытал, который не убедился в правдивости, в истинности, и в истинности мудрых слов на своем духовном опыте, то чужой опыт он будет читать, воспринимать через призву на свое восприятие. И он будет понимать уже не так, как имел в виду тот, кто передавал. Хорошо. Значит, в целом мы пришли к консенсусу, мы согласны с тем, что сказал МИД. У меня вопрос следующий. Уже вопрос к Тенри и Крари. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот нам Межзвездный Союз передает информацию, что Иисус придет физически, прилетит по-простому, когда мы будем вступать в Межзвездный Союз, чтобы поприветствовать, и к этому, собственно, он все и подводит. То есть будет второе пришествие Иисуса, как мы говорим. Вы с этим согласны или нет? Ну, он говорит, как сказать, ну, он сейчас говорит, как бы возможно, но мы в этом не уверены, когда это именно произойдет, что именно там Межзвездный Союз вступит раньше или позже. Я понял. Я читаю вопрос и ответ об этом из книги. Вопрос. В нашей культуре говорят, что он вернется, об Иисусе речь. Не можете ли вы сказать, планируется ли это? Ответ. Я есть мра, попытаюсь прояснить этот вопрос. Это трудно. Сущность Иисуса сознала, что не была сама собой, а была посланцем одного Творца, которого видела как любовь. Она осознавала, что цикл близится к концу и говорила, что те, кто обладает ее сознанием, вернутся при уборке урожая. Я упомянул, но мы про уборку еще поговорим. Но вот самое главное. Конкретная совокупность ум-дух, ум-тело-дух, которую вы называете Иисусом, не вернется. Как член конфедерации, она говорит через канал. Прокомментируй, пожалуйста, теперь этот ответ. Я имел в виду, что не вернется в ближайшее время, потому что меня там немножко по-другому спросили, вернется ли в ближайшее время. Так вам сейчас сказать. Ну, тут этого нет, но у меня то, что есть, перевод вот такой, да. Но, возможно, тот, кто писал, это когда записывалось в книгу, вот сейчас Мит говорит, да, когда это записывалось в книгу, сразу после контакта или после, или как, потому что... Тут же не так. Тут расшифровались магнитофонные записи. Это с магнитофонных записей просто полная расшифровка. Она происходила в начале 80-х годов. Так мне вопрос был задан про Христа. Он же не только в 80-х годах. Она, когда со мной общалась, ну, это женщина, которую мне показали на фотографии, она была еще девочкой, потом там была подростком девочкой, и она рассказывала об этом нескольким людям. То есть я как бы этот вопрос уже задавался без... за этого мужчину. То есть, значит, еще раз, вы допускаете, что... И даже, очевидно, не только допускаете, но и считаете, что вполне возможно его, так сказать, ну, пришествие, но не совсем понятно, в какие временные рамки. И тоже этот ответ не совсем правильно был. Возможно будет, а возможно не будет. Он может тоже изменить, как бы, ну, как бы свои планы, потому что он может не прилететь. Это уже как бы его выбор будет, и мы его не знаем выбором. Я понял, я понял. Так, хорошо. Значит, тогда мы все... Значит, я еще раз тогда уже подвожу итог всей этой дискуссии в отношении Яхва и Иисуса. Просто сейчас уже подведу итог. То есть мы сейчас пришли к общему мнению и представители РА и МИД, о том, что все эти, так сказать, иллюзорные конфликты, искажения были не конфликты между там Иисусом или еще кем-то, а между эгрегорами. И вот когда мы говорим эгрегор, мы понимаем, что искажали это сами люди, которые, в общем, начинали информацию неправильно толковать, не совсем правильно толковать, да, и это уже был конфликт между эгрегорами. То есть это были искажения той информации, которая изначально пришла из одного и того же источника. Мы вот пришли к этому пониманию, да, сейчас я правильно понимаю? Да, все правильно. Между человеком, между Богом, ну, то есть вот этой сущностью одного, который осознавал себя как один, как един, вы говорите, да, как един с отцом, как отцом осознавал себя. Отец это и есть один, да. И он пришел и стал говорить об этом людям, что один в сердце каждого, он это называл царствием, и это вступило в противоречие с идеями того эгрегора, который уже был к его времени им раньше создан, просто в другом теле, но за тот промежуток времени, который прошел на Земле, он уже изменился. То есть то, что он создавал, это не равно тому, что получилось потом без его непосредственного руководства этим эгрегором. Таким образом, те, кто изучает вот то, к чему мы сейчас пришли, те, кто подробно изучает вот книгу «Закон одного», из нее сделали вывод, что Яхвы и Иисус – это некие конфликтующие между собой разные сущности, что там есть конфликт чуть ли не демонических сил в виде Яхвы и светлых сил в виде Иисуса, они тут заблуждаются. Так получается? Просто, да, вот сейчас Тенгрик говорит, просто под именем Яхве понимался нами тот эгрегор, который противостоял вот этой светлой сущности Христа и его учению. И действительно же люди, которые были в то время поклонники этого эгрегора, они его называли Яхвей, они его называли Богом, но он не был тем Богом, да, хорошо, он не был тем Богом, представление о котором, представление о котором принес им Яхвы Стумисоута из группы Ориона. И об этом прямо говорит Иисус Христос, что если бы Бог был отцом вашим, вы бы меня любили и не хотели бы меня убить, но ваш отец – дьявол, вот это вот слово, ваш отец – дьявол, и вы исполняете похоть отца вашего, он имел в виду, что они изменились по вибрациям, они настолько близки по вибрациям, что они сменили своего истинного отца, одного отца, про которого им рассказывал Моисей, и вот этого вот Бога, они сменили его на представление эгрегора, который по сути стал одним из тех богов, идолов, от которых, от поклонения которых как раз предостерегали их пророки. То есть они по сути сами создали этот эгрегор, которого можно назвать дьяволом, и вот об этом, о поклонении этому искаженному эгрегору. Они его создали не специально, они впустили в каждый религиозный эгрегор, могут сами последователи эгрегора впустить темных сущностей, которые уже под видом этого учения будут понижать вибрации людей, которые будут просто нести искаженную информацию, например там, где истинная религия говорит мудрость, вот эта вот темная религия скажет мудрость только у нас, а все остальное подлежит там уничтожению, порицанию, осуждению и так далее. То есть когда мы видим понижение вибрации в негатив, это уже в любой религии, это уже под видом религии несут идеи деструктивной сущности. Понятно, хорошо, спасибо. Значит, тут разобрались. Теперь давайте к уборке урожая перейдем. Так что насчет уборки урожая каждые 25 тысяч лет, когда определяется, так сказать, куда пойдут духи в зависимости от того, в большей степени они служат себе или окружающим. Вот тут был вопрос, правильно ли я понял, что уборка урожая произойдет в 2011 году или она будет развертываться? Ответ. Это приближение. Мы уже говорили, что нам трудно с вашим временем, пространством. Сущности, не воплощенные в это время, будут включены. Ну, здесь вот дальше уже тут подробности идут. И дальше говорится о том, что если сущность свыше 51% служит другими меньше, чем на 50% служит себе, она подлежит уборке урожая. Тут дальше в зависимости от процентов она, то ли вниз пойдет, то ли вверх пойдет. Вот эта сущность. Ну, вот и прокомментируйте термин, связанный с уборкой урожая, этими четкими процентами, которые тут даются. Тут прямо рак дает четкие проценты, сколько нужно служить себе и другим, чтобы пойти, ну, условно, либо вверх, либо вниз. Но я это говорил, да, хорошо. Он говорит, я имел в виду под уборкой урожая. Естественно, я выражал свою мысль на словарном запасе контактера и его представлениях о мире. Я имел в виду те циклы, которые существуют на каждой планете, в каждой плотности. Те циклы, через которые проходит планета в повышении своих вибраций. То есть, ну, правда, там не 25 тысяч лет, там 24 тысячи лет. Ну, как бы, если это для Земли, это 24 тысячи лет. Цикл составляет, он происходит благодаря движению Солнца вместе с Землей по галактике. И когда Земля проходит определенные области галактики, которые имеют разную энергетическую насыщенность, разные энергетические поля, то эти разные энергетические поля активируют в самой земной коре определенные энергетические характеристики, которые притягивают на воплощение там разных духов. И также позволяют уже воплощенным духом, да, уже воплощенным духом позволяют быстро осознавать необходимость прохождения своих там кармических уроков. То есть, как мы говорим о упорку урожая, то есть это шанс. Во-первых, это шанс совершить за одну жизнь либо переход в высшие духовные области, либо это шанс окончательно определиться с выбором, и совершить переход в отрицательную область. Так правильно ли, что сейчас мы как раз и находимся на пике такого цикла, и сейчас вот такой шанс есть у людей то ли уйти вниз, то ли уйти вверх? Вот мы об этом как раз ничего не говорили. Мы сейчас находимся, я вот Тенгри изучал ваши временные циклы в привязке к нашим временным, к нашим обозначениям времени-пространства. Вот Тенгри говорит, да, но он говорит, что о Тенгри, вы, земляне, находятся ближе к концу шестого цикла и семи. Это обозначает, да, сам конец шестого цикла планируется через 5-6 лет, в начале 2000, не, в конце 2025, а в конце 2026 года. Но эта цифра, она плавающая, то есть она зависит еще от вашей осознанности. С этого места очень подробно. Итак, в конце 2025, а ты 2025, в начале 2026, приблизительно будет окончание вот этого шестого цикла. И что? И что? А дальше уже скачка, ну, как бы, земля, так, сейчас я... Ну, да, он говорит, что вот сейчас МИД говорит, это просто их аналог, как бы, квантового перехода. А вот это, да, вот это уборка урожая. Так что, те, кто дойдут до определенного уровня вибрации, в этот момент уйдут куда-то, значит, в более высокую, так сказать, часть спектра, а те, кто в негативе уйдут, произойдет разделение вниз, да, а кто-то останется, еще не определился, или как? Такие циклы и подциклы, сам цикл делится на 4 маленьких подцикла, по, там, 2, которые длиннее временем, и 2, которые, ну, да, там, короче временем. И в конце большого цикла эти... Для Земли это обозначает активизацию ее внутренних преобразований, которые несут какие-либо катаклизмы, например. А также активизацию негативных, эгрегиальных и тонкоматериальных структур, которые вызывают в людях, там, агрессию, войну, ну, там, то есть войны, эпидемии и так далее. И все это активизируется с целью вывести из воплощения как можно большее количество людей. Ну, опять же, насколько пострадает сама Земля, это зависит от состояния общей ноосферы. Она может пройти мягко этот период, а может пройти жестко. То есть, смотря, что она притянет, сама Земля, которая тоже является живым организмом, на ее мысли-пакеты влияют мысли-формы людей, которые воплощены на ней. То есть, это вот такая вот общность. Ее энергия называется ноосферой. И если к концу, да, этого цикла будет много больше негативной энергии, ну, там, в процентах это не 50%, это около 78-82% обычно для Земли, то будет вывод из воплощения, ну, в районе, может быть, 60%, а то и 80% населения. Такое, то есть, бывало, например, когда вы говорили, вот, планетная война 12 тысяч лет назад, да, 12 тысяч лет назад, это тоже было практически там 95-96% населения было уничтожено, это тоже было окончание одного из циклов. Значит, если так, значит, получается, что Селбет, по сути, здесь был определенным инструментом, война с Селбетом, и они просто вот, ну, так сказать, решение Всевышнего, они вывели из воплощения, это было вот, я бы не назвала это инструментом, это было при том, что люди к этому времени, они не прошли вот этот вот переход, то есть их вибрации были, ну, ниже там требуемого предела, который там позволил бы не начаться этой войне, а так они как бы притянули эти события, то есть, ну, как бы, не заставили этих Селбетовцев, а просто сделали возможной в пространстве этот вариант развития событий. Иными словами, если бы не Селбетовцы это приняли решение, то нашелся бы какой-то другой инструмент у Вселенной, который бы реализовал этот выбор, это притяжение общего коллективного выбора землян, так или нет? Да, тогда, возможно, был бы катаклизм, который мог быть связан с нашим Солнцем, например. То есть, бывает, что стабильная звезда, на ней возникает вспышка радиоактивности и плазменной, и плазменного не луча, а как бы плазменная такая вспышка такого шара, который уничтожает эту планету. И она возникает внезапно, и это совершенно нельзя прогнозировать какими-либо научными инструментами. Спасибо. Очень интересная информация. Мы получили определенное предсказание возможного, чуть ли не однокого, в чем-то конца света, на грани примерно 2025-2026 года. Но я хочу спросить сейчас у МИДа. МИД, ты вот со всем этим, так сказать, с этой точки зрения согласен, что такое возможно, ну или в позитивную сторону, или в другую, вот как раз вот в эти временные рамки? Ну, МИД говорит, это представление, да, именно плазмоидной цивилизации, но, да, он говорит, я не то, что не согласен, просто кроме вот этой вот вибрации, которая не подходит, еще существует воля Бога, да, которая может все изменить и просто отодвинуть этот переход. Ну, то есть, или сделать так, защитить свои вибрации землю, чтобы она прошла землю. То есть, это еще зависит не только от такой вот жесткой детерминированности, не существует. То есть, существует много переходов, когда вот много циклов, которые земля как бы проходила, более без каких-либо заметных катаклизмов. Но хотя вот это вот одна, да, вот сейчас МИД говорит, я тоже изучала историю земли, и ее цикличность переходов было в начале 14 века, тоже был один из мини-переходов, один из окончаний, да, этапов мини-перехода, и было, что не прошли люди, были выведены из воплощения на определенную территорию. И это была территория России, в которой, например, погибли многие там от эпидемии чумы, которая была именно в то время, когда не было средств для ее лечения. То есть, плавгоидные цивилизации земли именно создали души для этих микробов, которые были очень сильно, повреждали человеческое тело. Понятно, и нас может ждать, ну, сейчас мы тоже знаем, у нас кое-что происходит в плане уже не микробов, а вирусов, да, кстати? Ну вот МИД говорит, что при настоящем положении нового сферы земли, которые сейчас происходят, сейчас все-таки вибрации повышаются по сравнению даже с тем, что было 20 лет назад. Вибрации земли все-таки повышаются, и если эта тенденция будет сохранять в последние 5 лет, то этот переход даже не почувствуете, вы просто перейдете на новый уровень вибраций, и будете, вам будет легче развиваться духовно. Вы будете, постепенно низковибрационные правители и законодатели, и военные структуры постепенно уйдут из воплощения, а вот они могут, их вот низковибрационно выведут из воплощения, и их место возьмут другие. Это будет постепенно происходить. Да, то есть сейчас нам, так сказать, была бы сначала информация плохая о том, что на грани, чем через, значит, 5 лет может случиться, что... Он говорит, если будет негатива, как бы больше. Да, но МИД нас утешил, да. А у вас сейчас, говорит, тенденция, наоборот, к повышению вибраций, ну, по крайней мере, сейчас. Но МИД, он тут добрый полицейский, он нас утешил и сказал, что на самом деле не все так страшно, а тенденция сейчас, динамика позитивная, дорогие друзья, поэтому есть масса предпосылок к тому, что конца света и даже ухода большей части людей через 5 лет не будет, нам сказал МИД, потому что мы движемся в правильном направлении, надеюсь, проект Кассиопея тоже будет. Ли Шионе, да. Вот еще Ли Шионе хочет сказать. Он хочет сказать, что в любом случае срок вывода из воплощения, он именно через болезни, через катаклизмы, он в любом случае известен Духу, и если Дух воплотился в то время, когда Земля проходит этот катаклизм, значит, это было нужно так для его развития, чтобы он потом воплотился в каком-либо ином мире. Да, и чтобы этого не случилось, вот МИД хочет давать, чтобы этого не случилось, нужно сейчас каждому зрителю, кто смотрит наш канал, нужно сейчас подумать о себе, о любви к себе и о любви к окружающим, и о том свете, который вы распространяете безвозмездно на всех окружающих людей. Посмотрите на тех, кто рядом с вами, не забываете ли вы о них, творите ли вы добро бескорыстно, посмотрите, кто нуждается в вашей помощи, в вашем заботе, возможно, просто в добром слове, и не отказывайте людям, если они обращаются к вам с какой-то своей просьбой, с какой-то помощью, потому что отказ – это развитие в себе, не милосердие и понижение вибраций. Если вы будете ощущать себя одним с этим человеком, то постепенно вы покажете путь к свету тем, кто рядом с вами. И чем больше количество людей вы сможете повести за собой, тем больше вероятность, что квантовый переход или уборка урожая – это название одного и того же практически процесса – Земля пройдет не только без катаклизмов, но и с приростом, наоборот, населения, то есть на ней, наоборот, воплотятся многие духи, которые захотят жить в новом мире с новыми вибрациями. Так, прекрасно. Все-таки свет, яркий свет в конце этого тоннеля мы увидели, так что все может быть хорошо. Но я так понимаю, МИД говорил, не обязательно сию секунду, когда мы смотрим ролик, а вообще жить в этом, правильно? Постоянно жить в этом. Во всем мире. Тогда мы должны изменить свое сознание на сферу планеты. Изменить себя можно не тогда, когда просто думаешь о свете, а тогда, когда проявляешь этот свет через каждое свое действие и никогда не забываешь о нем, а всегда имеешь это чувство в своем сердце. Спасибо большое. Мы очень важную тему затронули. Я благодарю всех за наших представителей. Как я слышал, представителей с небес есть такой термин. За эту беседу очень важные вещи затронули. Хорошо, еще несколько вопросов. Скажите, пожалуйста, во-первых, вы сказали в этой книге, я уже обращаюсь к представителям цивилизации РА, что вы пришли 11 тысяч лет назад, там есть в этой книге, в Египет в форме мыслеформ. И дальше там говорится о том, что и в пирамидах вы принимали участие в создании, тоже пирамиды создавались с помощью мыслеформ. Так вот, прокомментируйте, пожалуйста, по дате прихода, то есть это было, получается, после войны с Элбетом, и по созданию пирамид. Все это так или тут тоже есть нюансы в понимании? Пирамиды строились в разных местах Земли. Вы имеете сейчас какие в виду? Египетские. Вы говорили о египетских пирамидах, там был вопрос о египетских пирамидах. Ну, египетские пирамиды строились с разными, не то что с разными целями, они строились с целью поклонения, они строились с целью стать похожими на тех богов, которые прилетали с неба. Естественно, пирамидальная форма была благоприятной для нашего присутствия в этом пространстве, потому что она собирала энергию, необходимую для проявления тех способностей контактеров, которые были у крестов и у их учеников. То есть, да, это было действительно. Таким образом... Мы тоже, ну, как бы, я и Тенгри, Рарри и другие плавмоиды, солнечные цивилизации, много там, кто выходил на контакт, они действительно говорили тоже, как бы, своим контактерам, что нужно строить пирамиды. А что касается мыслеформ, что были построены посредством мыслеформ, естественно, сначала план не только пирамиды, но и любого сооружения появляется вначале в ментальном плане, а потом спускается на материальные, через реальные действия. То есть, ну, как бы, посредством мыслеформ сначала это задумывалось, эти планы задумывались как мысленно. И так и происходит с каждым предметом, который воплощается в материальной реальности, сначала через человеческое воображение, потом там через человеческое желание, через человеческую волю и действие. Скажите, пожалуйста, какие у вас отношения с цивилизацией Крайна? Общаетесь ли вы? Да. Это вообще другая цивилизация? В чем разница между вашей цивилизацией, цивилизацией Крайна? Я говорю Крайна, сразу хочу всем сказать, потому что я привык к произношению на английском через Ли Кэрролла, первого контактера Крайна, поэтому я говорю не Крайона, как принято в России, а Крайна, как это было вначале, каждый как хочет. Да, мы сотрудничаем Крайен, Крайон, это группа, да, групповой разум цивилизаций, которая отвечает за магнитосферу Земли, за ее атмосферу, за ее земную кору, то есть они создают души животных, они управляют атмосферными процессами, они управляют энергетическими процессами. Это группа тех плагмоидов, которые воплощены в различных уровнях плотности, в пространстве земного, ну как бы, Земли, только не в физическом пространстве, а в тонком материальном. А скажите, пожалуйста, вот Крайен говорит, когда он с Ли Кэрроллом общается, я Крайен из магнетической службы, и как бы такое ощущение, что это же одна личность, так все-таки, вот это очень важный вопрос, вот вы несколько личностей, которые, вы назвали свои имена, которые входят вместе вот в эту цивилизацию. Я понимаю, что может быть границ каких-то у вас нету, да, жестких, но все-таки, так вот кто такой Крайен? Это какой-то коллективный разум, или это все-таки какая-то одна сущность, одна духовная личность, соединенная с другими? Это групповой разум. У каждого, у каждого сотрудника Крайена есть, естественно, собственная вибрация, как он осознает, он может ее осознавать как имя, но я хочу вам сказать, что даже те имена, которые вы назвали, в любом случае, они звучат через восприятие контактера, и являются только необходимым атрибутом для нашей беседы с ней. А так у нас, да, наши имена, они составляют, они состоят из системы символов, которые недоступны в земном восприятии. Что касается Крайена, это имя выбрал вся группа цивилизаций, поэтому, кто бы не выходил от имени Крайена, он будет так называться, с любым контактером, у него много контактеров. Так же, как Калилия. Да. Могут выходить разные духовные личности, которые воплощены вот в этой плазмоидной цивилизации, но они будут представляться Крайеном, а на самом деле с разными контактерами по сути контактят разные духовные личности, называя себя Крайеном в этой группе. С одним контактером в разное время тоже могут выходить разные группы Крайена. Тот, кто будет готов для связи в этот момент, тот и выйдет. И если вы пригласите Крайена на контакт так же, как нас, Ирина, как контактер через поставленное ей микроустройство, она в любом случае почувствует нескольких сущностей, но если она пожелает, сможет спросить у каждого имя, что у нее там ей ответит, и как будут приспосабливаться к ее восприятию, это, конечно, уже их выбор будет. Ясно. Очень интересный был ответ. Спасибо. Очень важный тоже. Правильно ли я понял, что, допустим, если кого-то из вас мы возьмем, ну, допустим, в качестве примера, так вот, Тенгри мог теоретически в следующей жизни воплотиться землянином, да, или любой землянин, вот я или, условно, Ирина, могут воплотиться в вашей цивилизации там и стать каким-то там именем плазмоидом. Я правильно это понимаю или нет? Он говорит, я не воплощусь именно землянином, да, он под словом землянин понимает не только людей, он понимает всех поглоидов, которые тут имели в виду в третьей плотности или нет? Давайте мы о физическом теле сейчас, вот именно физическое тело землянина. Теоретически это возможно в следующем воплощении? Теоретически это возможно, но я бы этого не желала, я желала воплотиться в более высокой плотности, потому что в третьей плотности я очень много воплощался, а не на земле, а на другой планете. Ну понятно. Ну и точно так же мы можем воплотиться в плазмоидной цивилизации Ира, теоретически. Можете, теоретически, если ваше сознание, какое ваше сознание ведет, какое совокупность, какое состояние ваше сознание ведет воплощению в наших мирах. Это состояние, когда вы любите солнечный свет и его проявление больше всего, то есть вы как бы сливаетесь с солнцем. И у вас ваше эфирное тело превращается в так называемую кристаллическую форму. Это говорит о том, что вы готовы к воплощению в нашем мире или в подобном нам мире в другой звезде, но мы все друг с другом контактируем и сотрудничаем. Есть вероятность, что все праноеды воплотятся в плазмоидных цивилизациях. Или были уже там, а теперь поэтому они об этом помнят и поэтому хочется на прану перейти. Это вопрос? Ну, это версия моя. Так или нет? Праноеды. сейчас, Мит, объясни, пожалуйста, кто это? Люди, которые стремятся к тому, чтобы перейти на праническое питание, питаться только солнцем. Вот, возможно, они вспомнят просто, им хочется вернуть это из своих прошлых воплощений. Ну, это те люди, да, вот сейчас Тенгри отвечает, это те люди, которые желают уже в воплощении в материальном теле, они желают слиться с энергией пространства, там, солнечной энергии, с энергией пространства, с космической энергией, и у них такие представления, что это ускорит их воплощение в нашем мире. Но на самом деле вот мнение про Ария, это больше должно быть не в физическом плане изменение, проявление не в физическом плане, а в духовном плане любовь к свету, любовь к солнцу, к истине, к жизни, потому что солнце распространяет жизнь к любому и так далее. Любовь должна проявляться в том, что вы бескорыстно оказываете помощь другим и, естественно, желаете им добра, развития и всячески через свою практику способствуйте этому. Вот, уважаемые плазмоиды, скажите, пожалуйста, а вы согласны с тем, что нам говорит Междузорный Союз, что мы в этом физическом теле не можем перейти на праническое питание, что это иллюзия? Вот Тенгри, да, вот Ра Арий, он говорит, да, я изучала физические тела, энергетические характеристики физических тел, и я действительно считаю, что для физического тела необходима физическая пища, так же, как для нашего тонкоматериального тела нужна пища солнечной энергии, потому что для каждого мира должна быть пища определенной плотности, да, должна быть энергия определенной плотности, чтобы это тело могло развиваться и нести свою задачу, то есть, ну, как бы, быть инструментом для выполнения своей задачи. Иначе тело, если будет получать энергию не своей плотности, оно как бы рассеет. Понятно, спасибо. На растительную пищу перейти можно, на солнечную пищу пока нет. На растительную же плотную материальную замерзу. На растительную пищу без белка, в смысле? Без животного белка вообще? Правильно мы об этом говорим? В растительной пище есть белок, но он не животного происхождения. Ну да, без животного белка, я же сказал, да. Растительная пища тоже плотная материальная. Ну да, но без животного белка. Ну, давайте мы сейчас не по питанию все-таки... Все растения, да, тенгри, все растения, они заряжены солнечной энергией, являются ее плотным материальным проявлением. Уважаемые плазмоиды, скажите, а вот переход на, вот как говорит сейчас Максим, переход на растительную пищу без животного белка, он ускоряет духовную эволюцию? Или здесь нет прямой связи? Можно иногда употреблять животный белок и тоже идти такими же темпами в духовной эволюции? Ну вот тенгри говорит, переход на растительную пищу, если он совершается без негативных вибраций, осуждения, гнева и так далее на каких-либо там окружающих людей, то он способствует перерождению в мире плазмоидов, тех плазмоидов, которые как раз создают души животных, потому что он просто человек, он становится ближе к их сознанию, так как он начинает думать о том, как бы там не причинить какого-то вреда и так далее. То есть он становится, не то что ближе к сознанию, он становится как бы лучше их понимает, и он вообще становится в целом ближе к природе, к Солнцу. Если он поглощает больше зеленой массы, он через эту зеленую массу поглощает больше солнечной энергии. В животной пище она тоже есть, но она переработана уже энергией животного. Мы понимаем насчет выборов в сторону плазмоида. С точки зрения духовной эволюции все-таки лучше переходить на растительную пищу или здесь нет принципиальной разницы? Это каждый решает сам в союзе со своим духовным сердцем. Если вы искренне считаете, что духовно эволюционировать возможно только на растительной пище, вы должны это сделать. Если вы считаете, что эволюционировать можно на любой пище, это нисколько не помешает вашей эволюции. Здесь для каждого сознания подходит, для каждого представления, каждый сознание имеет свой определенный набор представлений о реальности. И здесь главное следовать ему без осуждения, гнева, раздражительности на тех людей, кто сделал иной выбор и не считать его менее духовно просветленным, чем ты сам. Это уже точно не приблизит шансы к успешному прохождению духовного пути и эволюции. Спасибо. Скажите, пожалуйста, и Тенгри, и Рари, и Шаста, каждый из вас, если это не секрет, с какого духовного уровня вы пришли в это тонкоматериальное воплощение? Мы не считаем по Межзвездному Союзу, у нас больше уровней, и это нужно сопоставлять. Ну ладно. Амид, а ты не знаешь, как-то оценить, с какого духовного уровня по вашей системе? Ну он говорит, это надо идти к насталу, то есть нет, по энергии это незаметно. Незаметно. Все понял, хорошо. Скажите еще, пожалуйста, одну вещь, поясните, пожалуйста, вот все-таки из того Ченнелинга с американскими контактерами, почему там, когда контактировала эта женщина, нужно было так четко ставить церковные атрибуты, потир, Евангелие и так далее, если это не выставлялось, то там начинала мешать низковибрационная сущность четвертой плотности, как вы говорили, это было очень важно, очень четко расставить там луч шел и так далее, там прямо у изголовья именно до сантиметра выверить расположение этих предметов церковных, свеча там была и так далее. Вот они мне сейчас показывают, как пространство, да, они пространство видят, что если эти предметы стояли на этом месте, то это влияло на ее ауру. Таким образом, что она сама настраивала свой духовный канал именно к Солнечным плавмоидам. Если их не было, то ее сознание выстраивало канал к тем сущностям, которые подходили к вибрациям ее там третьей чакры. Тоже там блок, который притягивал, определенная, она не могла уйти от этого блока, который притягивал низковибрационную сущность, именно в третьем энергоцентре. Так это солнечное сплетение третьей энергоцентра, не так плохо, как раз маникуры про средние. Был блок, а для контакта с Солнечным плавмоидами нужно иметь чистые чакральные структуры, ну то есть, которые имеются. И там был блок, который притягивал ту сущность, и она начинала отвечать вместо меня, про Арии говорил, и сама Карла это чувствовала, и тот, кто сидел с ней рядом, тоже ощущал даже другие энергии. И в этом случае мы не могли, да, я и кроме меня еще находились рядом с ней с Солнечным плавмоидами, мы не могли противостоять этой сущности, потому что она имела право говорить через этот блок. А когда эти предметы, которые были, те предметы, которые были наделены для нее священным смыслом, она знала, что не находится в ее пространстве, и это позволяло выстроить духовный канал просто как бы своей верой и ощущением, что он находится под защитой. Поэтому, уважаемые контактеры, перед тем, как начинать контакт, почистите, пожалуйста, свою энергосистему, энергоструктуру от блоков, от боли, обидости, ненависти, злости, которая в вас есть, потому что, контактируя, думая, что вы контактируете с высоковибрационными цивилизациями, вы можете на этот контакт привлечь низковибрационных духовных сущностей, и не только сущностей, но и плазмой. Действительно, это очень важно, потому что, если в человеке есть то, что притягивает к нему низковибрационных сущностей, духовных сущностей невоплощенных и плазмоидов, они имеют право к нему приходить в любом образе, потому что он уже своим вибрациям уже пригласил их на контакт. А если это чувствительный человек, медиум, контактер, то он произовет на контакты именно тех, кто ему подходит по вибрациям. Ну, это, конечно, не исключает контакт с более высоковибрационным, но только к нему будут приходить те и другие. И те, кто низковибрационный, они будут представляться другими, чтобы вызвать просто доверие. Но там уже будет понятно по информации, но если у вас есть эти блоки, они искажают и ментальное тело тоже. То есть вы даже и будете считать, что эта информация идет от светлых сил, от Бога, от божественной истины. Вы сами это можете не различить, поэтому действительно, прежде чем начинать этот контакт, нужно максимально очистить свою энергоструктуру, свою ауру от всех энергетических блоков, полностью довериться Богу, знать его закон одного. Именно в чем заключается закон одного? Он заключается, как известно, в бесконечности творения и в многообразии проявлений его форм. Но за многообразием проявлений его форм заключается одна и та же бесконечность, которую мы называем один. И это единство, оно проявляется в многообразии. Почему? Потому что любовь, она не может проявляться в единстве без многообразия. И именно в этом многообразии дана свобода выбора, которая, познав свободу выбора, разумный человек избавляется от страха. Страх его тормозит в развитии. А познание свободы тормозит его от страха, потому что если он познает свободу выбора в той истинной мудрости света, который дал один, то он познает, что бы он не выбрал, он будет выбирать тот единый путь, который приведет его к свету. Ну, только там разными способами, разными образами одного и того же. Один вопрос такой, есть ли у вас контактеры сейчас на Земле такого уровня, как была Карла или какого-то другого? У нас много контактеров на Земле. Больше... Сейчас я показываю. Больше двух с половиной тысяч. Мы им передаем информацию каждому на своем уровне. Мы сотрудничаем с Галактической Федерацией Света. Это цивилизация, которая... 24 уровень плотности, она входит в Галактическую Федерацию Света, является ее... ну, как бы участником. А в Международный Союз только гуманоидная цивилизация. Мы сотрудничаем только на уровне не союзов, а только на уровне отдельных личностей, там, исследований и так далее. Это и есть у нас. Я благодарю вас. И очень ценная, полезнейшая сегодня была информация. Я в восторге, лично я. Как человек, который читал, изучал закон одного, я собирался спросить. Благодарю вас, что вы сами пояснили, что такое закон одного в конце. Я за это вас отдельно благодарю. Для меня это очень важно было. ответ на мой телепатически считанный вопрос. Значит, и я уже теперь хочу поблагодарить вас, дать возможность вам, пожалуйста, и Тенгри, и Рария Кишаста, пожалуйста, все, что вы сейчас хотите, вы можете сказать. Рари говорит, у нас не может быть расхождений ни с каким духовным знанием, потому что мы понимаем любое знание как проявление одной и той же истины. Что я хотел бы пожелать тем людям, кто сейчас смотрит контактера через свои электронные устройства. Я бы хотел пожелать, чтобы каждый раз, когда вы видите Солнце, вы чувствовали тот свет и любовь, который посылает вам вместе с этим светом представители наших миров. И хотим вам сказать, что в наших цивилизациях воплощаются те земляне, которые очень много времени посвятили служению Богу, служению света не в себе, а в другом. То есть пробуждали свет в других. Они получают автоматическое право на воплощение в самом центре нашей Солнечной системы, где мы испытываем безграничное счастье в бесконечном служении одному. Большое спасибо. До новых встреч в эфире. До свидания, дорогие друзья. Очень рада была пообщаться с Солнечными плазмоидами. Очень интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры сделал DimaTorzok